Сегодня у нас 22-я встреча в Zoom из цикла «Глобальное взросление» на тему «Как отвечать на критику». Мы сегодня встречаемся в апрельский вечер, и, в общем-то, много народу поезжало на какие-то праздники. Но я приветствую всех, кто сегодня с нами, всех, кто сегодня пришел потратить время на то, чтобы прокачать себя, немного прокачать в коммуникациях, прокачать себя в самопознании. Этим, собственно, мы сейчас и займемся. По времени наши встречи, как обычно, занимают около двух часов. Я расскажу, зачем вам, напомню свою миссию, расскажу правила, чтобы вы их все соблюдали. Ну и дальше будет содержательная часть, одна часть интерактива, потом еще раз содержательная часть, и вторая часть интерактива с вопросами. Правила наши – это ответственность каждый берет на себя за то, что вынесет из этой встречи по максимуму. Сосредоточенность для этого вам поможет, чтобы не отвлекаться на все остальное. Честность самим собой, что мне нравится, что не нравится, что отвлекается, что не отвлекается. И искренность – это честность наружу. Если вам что-то хочется задать, спросить или возразить, то не стесняйтесь, поднимайте руку или включите микрофон, и мы с вами тоже пообщаемся. Активность – это участие во всех интерактивных моментах, которые у нас будут для того, чтобы получить, опять же, встречи по максимуму. И своими примерами, своей информацией какой-то поделившись, вы можете помочь другим, тем, кто здесь присутствует и тем, кто будет смотреть эту запись потом в интернете. Снять корону – это очень полезная такая функция на период обучения, любого обучения. Я сам постоянно ей пользуюсь. Когда приходишь куда-то учиться или даже вовлекаться в какой-то интерактив, то стоит снять корону и быть в этот момент равным участником. Это очень помогает в таком процессе. Запись. Запись этой встречи будет. Мы только что видели, как Настя включила ее. И запись будет выложена в интернет. Поэтому, если какая-то часть вашего сообщения нежелательна для открытого доступа, просто мне сообщите сразу же сегодня в процессе прямого эфира. Либо напишите потом, и я вашу часть вырежу при монтаже. Ну и вопросы вы можете задавать как в процессе нашей встречи, так и в конце, когда будет для этого отдельное время. Итак, разберемся, давайте, зачем вам? Зачем вам это сегодня? Мы разберемся, почему вообще возникает критика? И как она устроена? Для чего она на самом деле? Какое у нее позитивное намерение? Какое негативное? И кто вообще критикует? Зачем критикует? Вот со всем этим разберемся, чтобы вы анатомию этой химии вообще понимали. Дальше узнаем, как избежать какие-то критики. Мы вот эти понятия оба разберем и попробуем придумать, как же от всего этого отмазаться, если это вообще возможно. Ну и в конце мы разберем способы, как вообще отвечать на критику. Как отвечать разными способами, в зависимости от ситуации, в зависимости от контекста, так, чтобы достичь своих собственных целей и избежать какой-то боли. Миссия, я напомню, в рамках этого проекта, которая реализуется, но она не только в рамках проекта реализуется, это миссия участвовать в процессе глобального взросления всего мира, который, как вот я вижу, происходит постоянно и в последнее время он просто ускоряется. Мир обновляется, мир вовлекает людей, которые живут в этом мире в такое обновление. Ну и люди становятся более свободны от религии, от ложных убеждений, от страхов. Люди нужны миру более ответственные, самодостаточные, уверенные, с адекватной самооценкой. Мы эти темы уже проходили тоже в рамках нашего цикла встреч. Ну и любящие в балансе, баланс любви к ближним, к себе и к миру в целом. Все это мы так или иначе по частям, по грани рассматриваем в наших встречах на разные темы для того, чтобы больше соответствовать тому миру, который от нас этого ждет. Почему я? Почему я взялся за сегодняшнюю тему, за критику? Ну, во-первых, потому что мне 44 года, есть какой-то уже опыт жизни, он еще не глобальный, мне еще не 80 лет, но, тем не менее, есть уже чем поделиться. А поделиться есть в плане критики в чем? Я критиковал много сам. Я вообще такой вырос в осуждающей среде. И для меня вот осуждать, критиковать как-то было вообще нормально с детства. Я вот в этом был проще. Потом я сам себя от этого отучал. Зато я понимаю, как это изнутри, как это вот работает, как это сам такой. И когда со стороны кто-то это делает, я понимаю, что он чувствует и почему он так ведет себя. Вот, то есть испытывал и испытывал критику на себе до сих пор. Да, это нормально, критики много в этом мире, и я с этим взаимодействую. Было болезненно когда-то, было болезненно, но сейчас стало более легко, более легко. Вот поэтому сейчас я могу с вами этим поделиться. Вот, сейчас небольшой момент. Я видел сейчас, что пришло уведомление, что зарегистрировался новый участник, но, боюсь, ему сейчас не придет ссылка, если мероприятие уже пришло. Поэтому одну минутку, сейчас просто я ему ссылку на электронную почту выше этому человечку, и мы продолжим. Этот момент я потом в записи, соответственно, вырежу. Так, он изписан. Видать его в списке. Ну, бог с ним тогда. Продолжаем. Что такое критика? Критика, слово к нам пришло из французского, ну, а туда оно пришло из древнегреческого. Очень многие термины, которые связаны с психологией, там, юридический термин, они все откуда-то из древней Греции, древнего Рима, все оттуда. Но здесь тоже, это искусство разбирать, или суждение о чем-либо, о ком-либо, да. В современном русском смысловом переводе это анализ, оценка о явлениях какой-либо области человеческой деятельности. То есть, тут для меня ключевым отзывается оценка. Потому что, когда мы что-то критикуем, мы оцениваем это как несовершенство. Вот это один из ключевых моментов, который я хочу подчеркнуть. Идем дальше. Задачи критики. Какие задачи? Ну, вообще-то, если копнуть, вот умные люди тут подумали, я за ними записал. Это выявление противоречий, выявление ошибок их разбор, разбор анализа, осуждение чего-либо с целью дать оценку, исследование, научная проверка достоверности, ну и просто как таковая оценка. Ну, а как же оценка вообще работает? То есть, на основании чего критик дает ту оценку, которая является основой, собственно, критики? Во-первых, это свой опыт. Тот человек, тот опыт, который прожил человек, он опирается всегда на него, и исходя из своего опыта, он понимает, правильно это, неправильно, хорошо это, плохо, именно из своего опыта. Что еще добавляет основы для оценки? Это мнение. Мнение, оно не всегда основано на опыте, к сожалению. Я уже как-то в цикле рассказывал, что мнение человека зачастую основывается на мнении других людей. Например, он так думает, почему? Спрашиваешь, а почему ты так думаешь? Он такой, ну это мое мнение. Я говорю, а на чем основано твое мнение? Он такой, ну я в книжке прочитал. То есть, он опыта не имеет, он в книжке прочитал. Смотришь человека, который в книжке прочитал, а он бывает тоже ссылается на кого-то другого автора. Другой автор там тоже на кого-то. И в конце цепочки всегда есть человек, который имеет свой опыт. И вот свой опыт – это свое мнение. Все остальное – это чужое мнение, транслированное несколько раз. Но люди в большинстве своем опираются на вот это чужое мнение, транслированное несколько раз, поэтому они в нем на самом деле не очень уверены, и поэтому они так яростно его отстаивают. Когда же мнение основано на своем опыте, ты его не отстаиваешь. Ты просто знаешь, что так есть. Ну как бы и спорить-то бессмысленно. Я просто знаю, что если кому-то не нравится, ну, ребята, это ваши вопросы. Я знаю, что так. У меня так. Вот. Но люди основываются на чужом мнении вот таком, заподобая его за свое, и на основании вот этого такого подставного мнения зачастую делают оценку и критикуют. К сожалению, это так. Ну и в целом картина мира, которая складывается у человека на основе своего опыта, своего мнения и других каких-то суждений, идеализации, то, как он хотел бы, чтобы все было. Вот на основе этой картины мира он, собственно, и дает эту оценку, критику. Как все должно быть? Вот я вот придумал, мир должен быть вот такой. Мир должен быть идеальным. Я не должен болеть. Я не должен там еще что-то. Если я там страдаю и не получаю счастья, то я, наверное, думаю, что мир неправильный. Вот можно так оценить, покритиковать целый Нирман. На основе, собственно, выдуманной картины мира. Вот так это в жизни работает. Ирония. Про критику. Опыт у каждого свой. Мнения различные. И картина мира уникальна. Но, несмотря на это, мы критикуем других. У них все свое. У нас все уникальное. Но мы со своей колокольни постоянно судим чужие колокольни. Чужие поступки. Чужие картины мира. И вот эту картиночку, я сюда на слайд разместил, она как раз тоже хорошо доступна и хорошо характеризует, как мы, бывает, смотрим на одни и те же объекты, на одни и те же понятия. И как мы их видим по-разному, при этом каждый из нас прав. Просто каждый видит со своей точки зрения, с позиции своего опыта, с позиции своих нынешних целей. Для того, что для одного плохо, для другого хорошо. Или, как говорят в народе, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот так тоже есть. Народная мудрость, она у нас золотая. Хорошо. Идем дальше. Оценка. Продолжаем. Вопрос мой. У меня тут часть экрана закрыта была. Можем ли дать объективную оценку, исходя из того, что у нас все разное, все у нас уникальное? Ну и мое личное мнение, что мы объективную оценку дать, конечно же, не можем. И поэтому наша оценка любого события, любого явления всегда субъективна. Один раз это осознать, стоит это признать. И это значительно снижает градус наших споров, отстаивания мнений, отстаивания интересов. Потому что, ну, понимаешь, что это все не объективно, не идеально. Ну, чего тогда спорить? Всегда есть погрешность в моем мнении. И оно всегда тоже несовершенно. То есть оценка субъективна. Ну и, соответственно, критика наша, она всегда относительна. Нет единой правильной точки зрения. Здесь тоже еще одна хорошая картинка, которая показывает, что тело, которое в объеме имеет определенную форму, в проекциях выглядит совершенно иначе. И можно, исходя из проекции, сделать совершенно неправильные выводы о всем объекте. Хотя, если человек будет описывать проекцию, говоря, что это проекция, он будет прав. Но строить предположения о большем и критиковать большее, вот в этом как раз и беда. Как в жизни, как у нас в жизни вот эта оценка происходит, наша критика? Нас критикуют все подряд вообще. Критикуют родители, критикуют какие-то близкие люди, недалекие. Критикуют на работе, критикуют на улице и критикуют в сети. Это вот новая тема такая, когда сеть стала местом для общения, активного общения. И там тоже появились такие критиканы, которых зовут хейтеры. Мы сегодня попозже об этом разберемся. Вот они, кстати, да, хейтеры. Хейтер от английского to hate – ненавидеть. Хейтер – это ненависти. Почему так назвали? Потому что он яростно, как-то отчаянно так критикует обычно. Ну и не просто так. Выражает человек недовольство и активно критикуют в сети. У него есть к этому основания. Ну и давайте сначала разберемся, как это у вас, а потом будем про основания разговаривать. Значит, я вам задал перед встречей три вопроса. Где вы чаще всего встречаетесь с критикой? Дома, на работе или в сети, например, или где-то еще? Какая критика для вас самая болезненная? Это важный вопрос. Он поможет вам с практической точки зрения. Потому что когда мы будем разбирать, почему нам больно, когда нас критикуют, вы сможете увидеть причины того, почему вам больно. Почему вам именно этот критик болезненный? Ну и третий вопрос – это как часто вы сами критикуете кого-то? И за что? Это тоже покажет. Кое-что расскажу об этом попозже. Давайте начнем с подключений. Начнем, наверное, с Ольги. Потому что Ольгу мы сегодня еще не слушали. А хочется поприветствовать. Ольга, добрый день. Добрый. Слышно меня, Сереж? Да, слышно, прекрасно. В Якутии уже, наверное, не вечер. В Якутии уже, наверное, ночь. Ну да. Полпервого. Ну ничего страшного. Завтра выходной. Я уже послушала по нашим зумам. Недавно так была мысль. Думаю, ну куда пропал Сергей? Ну куда? Может быть, написать. Потом думаю, нет, ждем. И вот оно. А можно написать. Не надо стесняться. Мысли не просто так приходят. И если приходят, надо их через себя пропускать. Просто рекомендация такая. Не надо держать в себе. Они же не наши. Их же нам наводят во многом. Пришла мысль. Значит, она, может быть, кому-то там поможет. Какую-то каплю мотивации добавить. Что типа, вот, надо же сделать зум. Может быть, раньше бы сделали. Да, если раньше информация пришла. Так что, Оленька, не надо стесняться. Хорошо. Я приму к сведению. Отлично. Как? Хорошо. Как с вопросами? Отвечаем на вопросы, да? Смотри, я почему-то пропустила эти вопросы, да? Ну, то есть, буду сейчас прямо вот здесь вот. Без подготовки, да? Этим. Где чаще всего встречаетесь с критикой? Ну, ты знаешь, вот сейчас, но это работа. Это на работе. В детстве это в школе. И в семье, да? Ну, в основном, это семья. Допустим, сейчас вот в этом возрасте. Это семья и работа, да? Какая критика самая болезненная, да? Ты знаешь, вообще для меня любая. Не знаю, почему я всегда к этому очень... Я в это всегда очень заморачиваюсь. В любой критике отрицательной. Отрицательной. Бывает же критика, которая... Ну, как же выразиться? Пусть она... Сейчас правильно подберу слова. Которая положительная, ну, то есть, где тебе... Где указывают на три недостатки или ошибки с целью помочь тебе уйти в какую-то лучшую сторону, да? Вот когда критика с таким посылом, да, то это воспринимается нормально и с благодарностью. Ну, а все остальное всегда болезненно. И долго переживаешь за это. Понимаю. Как-то у меня вот так вот, да? Как часто вы сами критикуете кого-то. Ты знаешь, в открытою редко кого, в голове часто. И очень бывает хочется высказать все человеку, да? Ну, что ты видишь и что ты думаешь. Но я понимаю, никогда практически это не делаю, потому что понимаю, что это нельзя делать. Вот в том плане, что это мое личное мнение, что оно субъективно раз, и что может нанести травму человеку два, да? Поэтому я делаю это редко, а если мне уже сильно прямо хочется, то есть если это человек кто-то близкий, вот мне сильно хочется обычно это сказать кому-то близкому, где я вот как раз хочу поправить. Ну, допустим, больше не делай так, потому что это вот так-то и так-то, а вот так тебе будет полезнее. Или, допустим, сделай лучше вот так, у тебя здесь получится. Вот в таком плане только, близким, да? Ну, а так всегда, большей частью, я молчу. Делаю это, короче, у себя в голове. В голове. Высказала ему так все прямо от души, да? Но в голове. Вот так оно и есть, Сережа, так оно и есть. Ты прямо идеально, весь мой процесс озвучил, идеально. Он у меня такой. Понимаю. А за что обычно критикуешь? За что? Ну, где я вижу, что человек что-то делает неправильно с моей точки зрения, да? То есть где-то он в маске, где-то он двухличествует, где-то он, ну, понятно, что это какая-то, как сказать, не подстава, да, ну, подоплека там есть какая-то, да, в поступке или в каких-то действиях у человека, или в намерениях есть какая-то подоплека, да, и хочется остановить, ну, как бы, пресечь, что ли. Вот, вот в таких случаях, да? Вот, интересно. Хорошо, что прям сформулировала для себя, потому что это пригодится понять, а что во мне вызывает стремление критиковать именно за это. Вот такие вопросы стоит задать мне. Все, спасибо пока. Спасибо, Оля. Так, кто у нас с Юлией присоединилась? Юлия, правда, без видео. Давайте попросим включить. Может быть, получится. Так. Юлия. Не получается. Видимо, пока никак. Так, тогда давайте попросим Игоря включиться. Игорь. Так, 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 так. Так, давай. Как у тебя ответы на эти вопросы? Что касается критики, критика для меня очень болезненная. И было время, когда я к критике относился настолько болезненно и вообще не хотел ее принимать. Ну, иногда это, вот когда я был руководителем, да, в топ-компании, когда все получалось и когда-то на волне успеха, тогда, может быть, ты как бы можешь это себе позволить. Вот, без ущерба для какого-то результата, но всегда это, ну, это, в общем, позиция, она неправильная. Вот. Критика, она очень полезна, как бы, в любом случае. Не то, чтобы ее нужно жаждать, ее нужно слушать, но когда тебя критикуют, ты должен очень внимательно к этому относиться. Ну, здесь, ну, мне кажется, важна такая работа, чтобы критику не позволять критике что-ли ломать самого себя и там приходить в уныние или там переживать поэтому чрезмерно. Но, ну, но здесь нужно как-то отстраняться и очень внимательно, быть очень внимательным к тому, что тебе говорят люди или там в чем-то тебя упрекают или там что-то тебе пытаются объяснить или поправить или там пояснить и так далее. Вот, что касается меня самого, то, конечно же, я самый первый критик был, я все знал лучше всех и всем все старался объяснить, да, как все правильно и так, как у вас все неправильно. Вот, ну, хорошо, что иногда случаются там определенные события, да, которые мы воспринимаем как негативные, там, большие потери финансовые, там, что-то там проекты рушатся. Но сейчас, когда после всего, после всего, что произошло, я сейчас стараюсь, стараюсь вообще особо не критиковать, пока меня там что-то об этом не просят или там не просят дать какую-то оценку там и так далее. Но в любом случае я все-таки критикую, критикую своих детей постоянно и происходит это, конечно, неосознанно, неосознанно эмоции берут вверх и ты начинаешь говорить, как они должны себя вести для того, чтобы тебе было удобно и комфортно, чтобы тебе не мешали работать, чтобы ты мог там что-то почитать или что-то послушать или что-то сделать, вот, чтобы они тебя не отвлекали и так далее. Вот. Такая история. Но с этим, ну не то, чтобы это нужно бороться, нужно уходить от этого. Уходить от критики. Уходить от критики. Ну вот. Хорошо. Вот, пожалуй, да, что я могу сказать по этим вопросам. Все. Благодарю. Так. Настю, давайте попросим включить микрофон и поделиться, как у Насти с критикой. Так. Слушай, ну, я, честно говоря, смотря, что понимать под критикой, я тут, поскольку очень сильно погрузилась в психологию, у меня как бы уже и опыт есть, я разделяю критику на прямое осуждение и, ну, скажем, такой агрессию и на конструктивную дискуссию, если так можно выразиться. Вот. И, ну, может быть, ну, знаешь, как человек, когда в каком-то пути идет, ну, так условно, около него возникает соответствующее пространство. В общем, у меня в последнее время критики в плане агрессии и осуждения довольно мало, ну, вокруг меня. Вот. А в основном, может быть, я научилась сглаживать. То есть у меня одной из причин, по которой я пошла в психологию, было желание разобраться вот в такой теме, как конфликтология и научиться, ну, конструктивному диалогу, да. Я просто начинаю задавать вопросы. И вдруг люди сами или сруливают вообще, так сказать, вот. Или, ну, начинают отвечать на вопросы, а я задаю следующие. Ну, и как-то вот критика как причина конфликта, ну, конфликт как-то сходит на нет. Вот. И, собственно говоря, никого, ну, может быть, скажем так, в голове, вот как сказала Ольга, в голове у меня иногда происходят какие-то диалоги, но это тоже как вот из вопросов-ответов. А вот это почему так? А вот это почему так? Плюс и постоянный самоанализ, а с чего я вдруг на это подкинулась или не подкинулась, или вдруг почему мне это в голову пришло, что мне тут зацепило. Я начинаю самоанализ сразу. У меня это уже на автомате. Ну, вот сейчас, кстати, вот вчера-сегодня, видимо, может быть, и как бы это солнечное затмение действует. Ну, в общем, народ как-то возбудился в чатах некоторых. Я сегодня вот с утра там многих, ну, как, два чата, как минимум, я так разгребала. Там народ начал кипеть, шипеть, пузыриться. Критиковать друг друга. Критиковать друг друга. Сегодняшняя терминология. Да. Ну, в общем, вот, я попрактиковалась с утра, было занимательно. Отлично. Хорошо. Сама критикуешь кого-то еще? Ну, вот, сама нет. И, кстати, вот по вопросу болезненной критики, скажем так, из того, что было для меня всегда болезненно, но сейчас поменьше, но, тем не менее, это когда человек высказывается в осуждающем ключе и подразумевает, что я какая-то плохая, да? То есть, ну, вот, как же ты вот это, вот, вот, надо же было вот так, ты что, дура там? Ну, вот, то есть, переходит на какие-то на оценки, на личности и так далее. Вот, 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 как бы такая критика, ну, мой адрес для меня самая болезненная. А так, а так как-то вот уже не очень. А, еще я, как бы, если встречаюсь с какой-то критикой, которая затрагивает какие-то мои внутренние ценности, ну, скажем так, я, ну, не то чтобы возмущаюсь, но я как-то внутренне собираюсь и сама начинаю, значит, внутри вот это вот все лишний раз проверять, по полочкам укладывать. А вот это так, а вот это так, вот где тут у меня что? Ну, и задаю вопросы опять. Хорошо. Молодец, научилась задавать вопросы, теперь это твое главное. Ну, мне кажется, что, да, люди болезненно реагируют на критику, когда это касается их каких-то внутренних ценностей, когда они чувствуют какую-то атаку на свои внутренние ценности и поэтому начинают защищаться. И поэтому, ну, как бы, одно из моих, как бы, направлений моего развития, которое, я считаю, вот как-то научиться в конструктивный диалог это переводить. Да, 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 разумно. Хорошо, мы чуть дальше рассмотрим еще про то, почему критика болезнена. Все, благодарю, Настя. Включаем звук и идем дальше. Итак, что болит? Критика вообще это просто, ну, чье-то мнение о вас, о вашей деятельности или о ваших ценностях, да, как Настя сейчас говорила. Но мнение имеет право быть. На самом деле каждый человек вправе сложить свое мнение, ну, любое, и под любым углом рассмотреть. Вот как на картинке Слана рассматривает, каждый со своей стороны его щупает, каждый свое мнение складывает. И это мнение всегда фрагментарно и всегда нецелостно и всегда необъективно. Оно всегда субъективно. Да, я чуть раньше показывал, что критика, она всегда субъективна. И как бы из-за этого беспокоиться сильно по-честному-то и не стоит. Но человек видит как-то по-своему. И бог с ним, пусть видит. Больно нам, когда внешняя критика совпадает с внутренней критикой. Вспоминаем, что в ядре критики заложена некая оценка. И когда мы себя оцениваем внутри нехорошо и снаружи нас в то же место оценивают нехорошо, вот тут явление резонанса усиливает наше недовольство с собой и возникает некая боль. Вот именно так работает критика, которая вызывает у нас болезненную реакцию. Поэтому здесь можно отследить, с чем мы входим в резонанс, с чем внешне мы входим в резонанс, что внешне нас триггерит и запускает вот эту болезненную реакцию. И посмотреть, что внутри у меня в этом месте. Что у меня внутри, какое у меня к себе отношение в этом месте, что оно позволяет мне испытывать боль. Критика в этом плане, она получается индикатором некоторых таких причин, которые могут вызывать вот эту уязвимость. Ну, первая причина – это неуверенность. Где-то неуверенность в себе. Неуверенность внутри – это критерии, критика подсвечивает просто это снаружи. Это такой типичный критерий. Например, начинаем какое-то дело там. Или вот второй критерий – сомневаться, оно еще лучше понятно будет. Начинаем какое-то дело, сомневаемся, справимся ли. И в этот момент нас критикуют. Да что ты в это дело полез, да что ты так… Мы и так сомневаемся, получится у нас. Нас еще в этот момент начинают критиковать. И это бывает болезненно, потому что оно нас добивает. Мы так были на грани. В себе неуверенность, в своих качествах. Вот Настя говорила в каких-то ролях. То есть если говорят обо мне, что я плохая, там всегда есть какая-то роль, в которой я плохая. Вот там может быть больно, вот эту роль надо рассматривать. Ну и самооценка наша, она может просить излечиться через акцентирование внимания на каких-то словах, сказанных нам в качестве критики. Почему? Потому что самооценка, она вообще стремится заполниться и быть нормальной. Чтобы просто была самооценка, что я нормальный. Со мной все в порядке. И вот чтобы к этому стремиться, нужно все провалы в самооценке, которые недополучены в разные этапы нашего взросления и воспитания. Так вот, самооценка просится излечиться. И для этого она акцентирует внимание, то есть наши внутренние составляющие акцентируют внимание на том, что ударяет именно в те части самооценки, которые у нас просажены были по каким-то там предыдущим опытам жизни. Так что эти уязвимости, эти уязвимости, они нам как раз и полезны. Эти уязвимости полезны в том, что мы видим, над чем нам стоит поработать. Над чем нам полезно задуматься и вопросить себя. А что у меня здесь в этом месте? Почему именно вот такая критика, она для меня болезненна? Бывают, например, люди, которые уверены в себе, как в человеке деловом, как в эксперте, как в профессионале своего вида деятельности, не уверены в своей внешности. И какой-то критика в сторону внешности может быть очень болезненна. Смотрим в детство, как правило, там где-то была ситуация, в которой мама сказала, да, ты там какая-нибудь, тебя там некрасивая, тебя никто замуж не возьмет. Вот. И она, девочка, очень близко к сердцу это восприняла и до сих пор несет эту психотравму. Такого много. У каждого есть свое. Но, в общем, если критика для вас вызывает боль, смотрите, что она в вас включает, что триггерит, да, говорить таким языком. Так, тут в чате что-то пишут. А, ну все нормально. Хорошо. Ладно, идем дальше. Почему люди критикуют? Почему люди критикуют вообще, да? Почему люди критикуют других? Почему люди критикуют события там или мир в целом? Почему мы критикуем? У этого всегда две стороны какого-либо явления, позитивное и негативное. То есть позитивное намерение нашей критики – это вообще-то сделать мир лучше в целом, если так говорить. Устранить какие-то несовершенства, которые мы считаем несовершенством. Помочь достичь результата какого-то, кому-то человеку, да, как вот нам видится, ну и уберечь от каких-то ошибок. Мы всегда при критике оцениваем со своей колокольной, я напомню, что она субъективная и никогда не целостная, никогда не является абсолютно правильной, но, тем не менее, больше не есть с чего оценивать, с чего есть, с того оцениваем. И с этой колокольной мы пытаемся сделать мир лучше в целом, вот в каких-то его конкретных проявлениях. Это такое позитивное намерение. Но у других людей, которые вас критикуют, на самом деле стоит видеть, что у них-то тоже есть вот это же позитивное намерение, оно где-то как-то есть. То есть они тоже что-то хорошее в своем мире делают, вот как они этот мир видят. Но получается не всегда здорово. Негативное намерение, которое есть у критики, это недовольство, это выразить свое недовольство. Недовольство внешним рождается из недовольства внутренним. Постарайтесь эту фразу вдуматься и для себя ее зафиксировать. Всегда, когда человек недоволен внешним, именно вот прям так вот эмоционально недоволен, как правило, в этом месте у него сидит недовольство внутренним. То есть критика внешнего рождается зачастую из критика внутреннего, в этом месте как раз, вот в этом аспекте какого-то. Позамечайте на людях. И еще один аспект – это кто может делать, кто не может, тот критикует. Есть такое видение, вы тоже можете позамечать, что когда человек может просто сделать мир лучше, ну в чем-то, он берет и делает. А когда человек не может или не хочет, то он зачастую склонен критиковать. Значит, критиковать, все ему не так, вот все не так живут, все не так все делают. А сам в этот момент, что может, даже не делает. Такие люди тоже есть, такие тоже встречаются. И вот это негативная, скорее, составляющая такой критики. Чем люди вообще недовольны? То есть если недовольство внешним рождается из недовольства внутреннего, то чем обычно люди недовольны? Ну, у них могут быть обиды на кого-то. Обида – это стремление получить больше любви при недостатке коммуникативных способностей, неумении договариваться. И человек считает, что ему должны дать любовь в этом месте таким способом, как он себе придумал. И почему-то не дают. И вот он встает в позу и начинает обижаться. А так как ему могут долго не давать то, что он там себе выдумал, то он начинает выражать это недовольство, ну вот где хочет, где может, и начинает через критику тоже все подобное критиковать. Агрессия может быть накоплена на что-то, как агрессия, как бы защитная реакция, напитающая реакция. И она тоже может быть не выражена, потому что в обществе агрессия запрещена. И люди ее как бы себе аккумулируют, себе ее копят. И потом где-то она может проявиться, где человек похож чем-то на тот объект агрессии, который был изначально. Вот на похожесть мы тоже срываемся критикой, хотя бы критикой, уж не до активных проявлений агрессии. Бессилие что-то изменить, оно, конечно, человека вводит в очень тяжелое состояние порой. Это непростая штука такая, принять свое бессилие определенное. Но она тоже проходится, тоже можно научиться это делать, принимать бессилие в чем-то. Оно всегда ограничено, оно всегда не тотальное. Но когда человек еще не принял это, он вот это недовольство внутреннее собой, что я не могу что-то изменить, я не могу исправить какую-то болезнь, я не могу исправить судьбу ребенка, я не могу исправить что-то, что действительно не в силах человека. И от этого он начинает критиковать все, что близко к этому. Или просто у него недовольство такое копится, и оно выражается по поводу. Просто все, что угодно, может стать поводом. Дальше. Нарушение физических границ, естественно, может являться недовольством для того, чтобы выражать какую-то критику. Притом физические границы, естественно, личностные какие-то границы, и даже идеологические границы. То есть вопрос ценности, вопрос картины мира, вопрос чего-то такого. Некоторые люди склонны, при том физические границы свои, как-то там попустительствовать, личностные договариваются, идеологически, бывает у них прям там клин-клином. И они готовы бороться, сражаться, спорить и критиковать именно за идеологию какую-то. Вот идеи про большой мир им вот как-то бывает важнее. И тоже надо учитывать, это зависит от конкретного человека. Дальше. Желание отомстить. Тоже такое случается, когда какая-то застарелая ситуация, человеку хочется возмещения ущерба, хочется вот именно месть какую-то совершить, он может быть в этом месте недоволен, и все, что похоже, он может критиковать. Ну и позиция жертвы. Тоже очень такая тема, которая, ну, видимо, выбор такой человека, быть жертвой, он характеризуется чем? У жертвы всегда виноват кто-то внешний. Причина всегда во внешнем. Ну и, соответственно, раз причина во внешнем, то это прямой объект для критики. И все, что похоже на это внешнее, все является объектом для критики. Все, что не дает, ну, по мнению человека, быть ему счастливым, оно виноват. И это нужно осудить, нужно покритиковать, нужно объяснить, как все неправильно. Вот бабушки у подъездов этим очень тоже профессионалы в этом объясняют, кто там все по телевизору не так сказал, кто что не так сделал, какой депутат там, где сколько своровал. Они все знают, всех вот хорошо критикуют. Это прям заметно. Дальше. Кто хейтит? Вот хейтеры, это такое, напомню, это критики в сети, они зачастую такие прям вот оголтелые критики, потому что там есть эффект безнаказанности. Если реально в жизни можно огреститься за какую-то чрезмерную критику, и поэтому люди склонны там подавлять, скрывать, то в сети люди бывают беспардон, особенно когда у них на аватарке вместо фотографии кошечка какая-нибудь там, да, или какой-нибудь там смайлик, а вместо имени там что попало написано. И вот такие люди прям, ой, они прям все себе позволяют, все, что они думают, они так и говорят, даже больше. Хейтеры, ну для них это спасение, я объясню позже, они переполнены просто недовольством. И реально в условиях социума не могут найти способы это недовольство снять, не могут и сбросить эмоции, и не могут найти способы, как научиться относиться к ситуациям, к жизни, к себе по-другому, для того, чтобы не накапливать больше недовольства. Это тоже возможно. Но они ни того, ни другого не могут. То есть продолжают накапливать и продолжают не сливать. А где-то нужно сливать, оно же переполняется, крышечка уже там прыгает, да, на чайничке. И они находят такой способ, очень удобный, соцсети, интернет, и там начинают поливать в комментариях где-нибудь, кого-нибудь. И я с этим тоже сталкивался, люди прям вот искренне, вот в чем мне нравится, там люди такие искренние, вот хотя бы там. Молодцы. Вас не будут хейтить те, кто достигает больше, чем вы. Вот это стоит для себя принять, и это принесет вам облегчение, чтобы не бояться этого хейта. Вас будут хейтить те, кто достигает меньшего. То есть те, кто большего достигает, и незачем вас хейтить. Они к вам относятся либо как-то вот с пониманием, либо снисходительно. Они не будут их, не будут раздражать ваши проявления, потому что хейтеров раздражают даже не столько успехи, их просто какая-то мысль, мнение, проявление, вот все может раздражать, и все является объектом для хейта. Поэтому для себя можете распринять, что хейтят те, кто по каким-то параметрам не достигли даже того, чего вы, не достигли тех уровней проявлений хотя бы. Вы можете искренне выставить какую-то свою фотографию, а они могут даже за это хейтить, или искренне высказать свое мнение, они за это уже могут вас осудить. Вот такие люди, но это их беда, и это их спасение. Поэтому к ним просто нужно относиться с пониманием, как минимум. Дальше, что болит у хейтеров? Недовольство, как правило, недовольство собой, сильно болит, недовольство своими достижениями. Поэтому они везут туда в соцсети, где как раз там фабрика тщеславия, где все показывают какие-то свои достижения, и они вот хейтят тех, кто эти достижения делает, это прям там любимая тема такая. Это же, кстати, тема до соцсетей была в желтой прессе. Желтая пресса это прям хейтеры предыдущего поколения. Когда человек покупает вот эти желтые газеты, там же написано про всех звезд, и что звезды, они все такие, вот там тут напился, тут там где-то проворовался, тут там что-то не так сделал, и они такие, вот, вот, они вот люди, которые это читают, они осуждают этих звезд, и через сравнение ставят себя не настолько ниже. Они понимают, что они не достигли того, что достигли звезды, но когда звезда опорочена, ее можно в своем мнении, в своем, в своем видении опустить, и себя не чувствовать так дискомфортно в сравнении, чтобы не было вот этой большой разницы. Ну и так тоже люди себя спасали, раньше через желтую прессу, сейчас в соцсетях. Что еще болит их хейтеров? Бессилие, бессилие что-то изменить. Человек зачастую не понимает, как ему изменить мир, как ему достичь того, что транслирует телевизор или соцсети, каких-то красивых картинок, и от этого его бесит. Или он не может изменить даже ситуацию в своем доме, в своем подъезде, в своем городе. И его много что бесит от бессилия. Именно не все вокруг, а то, что я не могу изменить. Я хочу, но не могу. Это действительно непростая задачка. Страхи, которые, обратная сторона страха, это агрессия, тоже у хейтеров могут болеть. Потому что для того, чтобы что-то изменить в жизни и достичь чего-то, порой нужно перешагивать через свои страхи. И хейтеру это непросто. Ему от страхов своих хочется, вот страх переходит в агрессию, чтобы вылиться. И через агрессию он начинает на что-то, на кого-то нападать, ну и в том числе делает это в соцсети. Позитивное намерение хейтеров. Возможность выхода негативных эмоций, как я и говорил, это для них просто спасение отдушина. Ну и обесценить других, чтобы спасти себя. Спасти себя от самосуда, от какого-то, что суд, я плохой, я вообще недостойный, и от стыда какого-то, если он где-то пережил его, и от чувства вины, с которым он воспитан, и которым себя тоже гнобит, из-за этого страдает. Вот от всего этого, чтобы спасти, человек может хейтер. Вот теперь, понимая этих людей, вы можете относиться к ним уже снисходительно, потому что это люди, которые нашли такой способ. Они неплохие, они просто в данный момент вот так себя спасают. Их не надо осуждать, как и не надо осуждать алкоголиков, там тоже есть свои преимущества, свои выгоды, и во всем этом всегда есть какое-то позитивное намерение, как и вот фейт. Как избежать хейта? Вопрос, да? Многие идут в соцсети и из-за неуверенности, из-за каких-то провалов самооценки боятся этого хейта, боятся вот такой критики жесткой, такой, без купюр, боятся. Так вот, по-честному, чтобы не хейтили, нужно не делать ничего и быть никем. Но других вариантов я, честно говоря, не вижу, потому что для хейтера вы, ну, причина не в вас, причина внутри хейтера, вот ему нужно это вылить, а вы лишь повод. И поэтому, что бы вы ни делали, если вы хоть что-то делаете, всегда можно найти, за что зацепиться и вас похейтят. Вот, поэтому, если вы совсем спрячетесь и никуда не будете высовываться, вот хейтер вас не заметит, это единственный способ, как избежать хейта. Все остальные способы приведут к тому, что хейт будет, и нам нужно просто принять это и научиться с этим жить. Притом, ну, вот это же можете примерно схему транслировать и на жизнь, да, то есть, чем сильнее вы в жизни проявляете, не только в соцсети, а вообще в жизни, то тем сильнее вы будете привлекать и критику, да, притом за все, что угодно, это тоже будет, ну, дело человека, а вы будете здесь лишь поводом. Как отвечать на хейт? В сети это проще, чем в жизни, ну, и хейт, поэтому там он такой более оголтелый, более такой яркий, скажем, да, раз хейт яркий, то в принципе у вас есть полное право его либо игнорировать, либо сразу отправлять в светлое банное путешествие, то есть бан человека и никаких вопросов, заблокировали и забыли. И это правильно в большинстве случаев, и по моему опыту это тоже прекрасно работает, забанил и забыл, и нормально. То есть он, он не расстроится тоже, этот человек, поверьте, вы ему там жизнь не испортите, он найдет еще на кого слить, эти эмоции свои, там людей в мире полно, он найдет. Дальше. Есть еще варианты. Если вы хотите прямо вот не банить, а хотите как-то прокачать коммуникативные навыки, я тоже так делал, вы можете с хейтером поговорить, ну, пообщаться в тех же комментариях, но одно условие, мега спокойно. Там просто нужно быть железобетонным и не вестись ни на упрек, ни на упрек и вот вести такую предельно конструктивную беседу. И вот через несколько комментариев, как правило, удается этого хейтера подвести к какому-то вот, к какой-то разумности, то есть вы видите из этой бури эмоций, он начинает тык-мык, что-то вот тык-тык и в итоге сливает. Я такое делал несколько раз, но это как бы для прокачки, на них можно тренироваться, это люди, которые сами себя подставляют, знаете, потренируйте на мне коммуникативные навыки, умение конфликтовать. Ну и еще один вариант поюморит, когда люди убывают, так вылезают к тебе, ну, можно с ними просто пошутить, над ними поприколоться, да, ну, это вот если по настроению, если у вас есть время настроения, можете так себя повести. Как избежать критики? От кейта теперь переходим к критике в более широком понятии и которая реже как бы в сети, больше в реальной жизни. Ну, здесь я привожу такую картинку, которая давно известна притча там, да, про осел и мальчик с дедушкой или осел вот и мужчина с женщиной, она хорошо показывает, что что бы человек не делал, как бы он не поступал из всех возможных вариантов, всегда найдется за что судить, потому что это творческий подход к жизни, а люди очень творческие такие особи, они вот еще только не придумают, вот если есть цель, если есть задача вылить из себя какое-то вот недовольство, то объект найдется, вот его можно назначить, он назначается объект, просто потому, что удобный, подходящий, на что-то похож, что-то напоминает из того, чем я недоволен. Назначенный объект элементарно просто придумать, за что осудить. Поэтому здесь вот хорошо на картинке видно, что там с одной стороны подкаблучник, с другой стороны нищеброд, потом тряпка, потом придурок, вообще не знаю даже как словом пользоваться. То есть вариантов выхода из этой ситуации нет. Нужно просто, как я говорил на предыдущем сайте, игнор включить и жить свою жизнь, как вот нравится этих людей всех в бан, в реальной жизни в бан, это просто ну вот отойти тоже от них и бог с ними. Как относиться к критике? Давайте разберем. Ну, на мой взгляд, стоит вообще разделить ее на полезную и неполезную, конструктивную, неконструктивную, и так далее. Более простая, я люблю простые термины, какие-то простые слова. Вот полезная и неполезная. Вот это ближе к телу. Когда критика полезна? Она, во-первых, полезна, когда она запрошена. Это прямо один из ключевых параметров. Когда мы запрашиваем критику о себе, о своем проекте, о своем деле, о своем произведении искусства какого-то, вот о том, что мы делаем, о том, что мы несем в мир, вот когда мы запрашиваем эту критику, вот тогда она, как правило, полезна. Сами можете понять, то есть если мы просим, нам это нужно. Дальше. Человек более продвинут. Человек более продвинут, у которого мы запрашиваем критику, это говорит о чем? О том, что его критика, она может подсветить на то, что мы не видим, это выгодно. И когда движешься к какой-то цели, очень выгодно общаться с человеком, который уже достиг этой цели. он тебе оттуда может покритиковать твой путь, твой план, а тем самым ускорить твой путь к цели. Это прям прекрасно. Я когда веду людей в сопровождении, в коучинге, тоже даю структуру, как поделить свое окружение, сегментировать свое окружение на три категории. И вот первая категория это люди-маяки, это люди, которые уже там, куда я иду, уже чего-то достигли в том, чего я хочу достичь. Они не должны быть идеальными, совершенными во всем, но вот то, чего я хочу достичь, они в этом уже прокачаны, более чем я. И вот критику у них спрашивать прям нужно, это очень полезно. У тех людей, которые не достигли того критику, ну вот не так полезно спрашивать, и на следующем слайде мы это разберем. И еще один критерий, что критика, ну хороша, когда она запрошена, когда у человека, который более продвинутый в этом деле. Но бывает не всегда так, а критика все равно полезна. Это когда еще есть отклик. Есть отклик внутри, что вот что-то в этом есть для меня, что-то в этом стоит прислушаться. Отклик идет изнутри. Это может быть там критика, которая сказана человеком там на улице каким-то. Это может быть критика, сказанная там родственникам, когда ты тоже не просил, как бы и родственник такой, что ты как бы и спросил бы у него, а вот что-то сказал и екнуло внутри. задумался. Вот эта критика тоже бывает полезна, потому что таким образом через людей для нас проводят какую-то информацию. Посмотри, задумайся, вот здесь тебе стоит обратить внимание. Вот эта критика полезна. Работа уже свыше идет, нам помочь. Сейчас прочитаю чат. А Настя пишет. Я довольно долго стараюсь руководству с следующим принципом. Он мне когда-то очень понравился. Что бы ты не делал, всегда найдутся те, кому это не понравится. Поэтому делай, что должно и будь что будет. Ну да, это принцип самураев. Делай, что должен и будь что будет. Очень хорошее. И здесь подоплека такая, что что бы ты не делал, всегда найдутся те, кому не понравится. И мы на предыдущем слайде это как раз рассматривали. Да, спасибо, Настя. Идем дальше. Когда критика не полезна. Ну, во-первых, чаще всего она не прошена. И такая критика, она нам зачастую действительно не полезна. Ну, хотя разные бывают ситуации. Если есть отклика, говорю, непрошенная критика может быть полезна. Но если нет отклика и она не прошена, то зачастую это критика, которую можно вот отправлять в игнор или в банк. Человек менее продвинутый. Ну, вот в том деле, в котором он вас критикует. Если он в этом менее прокачан, чем вы, то надо смотреть, знаете, как ребенок, который критикует своего родителя, что тот неправильно там что-то делает. Не так там деньги зарабатывает, хотя ребенок вообще их не умеет еще зарабатывать. Да, но он критикует. Вот надо не на квартлату тратить деньги, скажем, а мне на куклу или на машинку новую. Вот так надо правильно. Вы неправильно все думаете. Родители. Ну, условно так приведу пример, чтобы видно было, насколько человек, если он менее прокачан в каком-то деле, он не видит всей паланты картины, которую видите вы. И, соответственно, его мнение, оно не столь совершенно. Оно не имеет такой практической ценности зачастую. Поэтому, если человек менее продвинутый, ну, меньше и меньше, ему стоит прислушиваться. Ну, и нет отклика, когда это прям ключевой, даже если запрошена помощь, даже если эксперт какой-то там или человек более прокачан, чем вы, в том, о чем вы его спрашиваете. Но нет отклика. Значит, эта информация не для вас. Вот это очень важный параметр. Не нужно впихивать в себя всю критику, которую вам дают вообще. Нужно уметь ее фильтровать на входе. И вот отклик изнутри, он такой один из ключевых параметров, который логически, ну, он выгоднее, чем логически, он быстрее, чем логически. Вот этот отклик внутренний. Прислушивайтесь всегда и доверяйте себе. Как не стоит отвечать на критику? Давайте здесь пойдем. Ну, во-первых, не стоит оправдываться. Это очень частая ошибка, это очень частая такая норма прямо поведения, потому что с детства нас заставляют оправдываться. Оправдываясь, мы сразу проявляем как индикатором, что у нас включилось чувство вины, которое либо там в форме стыда, либо вот напрямую в чувство вины работает. Но мы оправдываемся, чтобы избежать страданий, которое обусловлено вот этим чувством вины. Ловите себя на оправдание. Если вас критикуют, вы включились в оправдание, значит, есть вот эта вот валячка, этот вирус сознания чувственный, и с ним нужно отдельно разбираться. Ну, как минимум, ловите, когда поймали себя на оправдание, перестать оправдываться. Просто перестать, просто стоп, вот и не надо. Дальше уже через паузу вы можете осознать, а что можно сказать вместо этого, и мы чуть дальше разберем, какие варианты есть. Но оправдание прям нужно стопорить, не нужно оправдываться. Людям, как правило, вот даже если не критикуют, даже если обвиняют, даже какие-то претензии предъявляют, как правило, людям наши оправдания не нужны. Они нужны только нам самим. Мы себя спасаем. А для человека это информация, которая показывает, что тот, кого он критикует, стал в позицию ниже, встал в позицию жертвы и начал оправдываться из позиции ниже. Это только для критика. Для критика это индикатор того, что он сломал вас в чем-то. Ну, не полезный индикатор для вас. Поэтому оправдание прям бан. Это совершенно не полезная для вас форма ответа. Ну и контратака. Еще один вариант, когда вы на критику отвечаете ответной критикой прям напрямую и переходите во взаимное бодание. Это открытая фаза конфликта, перепалка, переборство в стиле сам такой. Типа, кто вообще тут такой, чтобы мне такое говорить и так далее. Вот эти обвинения все. Ну, так можно. В принципе, иногда это полезно, чтобы осадить какого-то там наглеца или хама быстро и резко. Но есть другие формы ответов, другие формы поведения, которые более конструктивны и менее энергозатратны. Потому что вот эта контратака, она энергозатратна. Она вытаскивает вас на агрессию, а агрессия прям сжигает у вас много эмоций, энергии. И выбирайте, насколько вам это действительно нужно в данный момент. Потому что вдруг у вас эта энергия зарезаривирована была для каких-то благих дел. Как отвечать на критику все-таки, да? Как более конструктивно, более полезно, на мой взгляд, ответить на критику, которая к вам пришла? Я здесь несколько пунктов привел. Сейчас расскажу в общем. Потом каждый из них разберем в отдельности более детально. Пауза в ответе. Игнор. Как форма ответа тоже. Частичное согласие. Ответ на четко конкретный вопрос или претензию. Признание. Или вопрос в глубину. Вот несколько вариантов таких ключевых, на мой взгляд, которые будут полезны в ответе на критику. Пауза в ответе. Это возможность снизить накал эмоций. Если человек вас критикует, напомню, что он оценивает вас со своей позиции в негативном ключе и выдает это наружу, потому что у него внутри накоплен эмоциональный заряд. Он его выливает через критику вас. Он недовольство свое выражает, потому что на самом деле недоволен чем-то внутри, но выражает он это через вас. У него вот эти эмоции выливаются. Если их подогревать, ввестись в перепалку, то эмоции еще усиливаться будут. Он еще будет тратить энергию на то, чтобы еще добавить эмоции. Если мы выдерживаем паузу в ответах в ответ на критику, или просто паузу перед ответом, то это снижает накал эмоций. Они у него исчерпываются. Ну и зачастую так можно просто предотвратить конфликт. То есть выдерживать паузу перед первым ответом, и если требуются еще какие-то ответы, то выдерживать паузу. Медленно отвечать. Снизить там пречи даже можно. Поймите, что имеется в виду, чтобы снижать вот этот накал эмоций. Это полезно. Дальше. Игнор. Как возможность ответить на критику. Никак не ответить. Игнор. Просто игнорировать эту критику. Зачастую действительно это возможно. Как в том примере с Осликом. Там выход был саморазумный. Это как раз игнор. Потому что вот эти зеваки, которые там со стороны что-то оценивали, пытаясь им угодить. Участники этой сценки всякие варианты перепробовали. Все возможные. Но в итоге они поняли, что бог с ними, с этими ребятами, и пошли дальше. Притчи, по крайней мере, это так. Притчи изначально, которая на Восточной, по-моему, про Ослика, Старца и Мальчика. Вот там они в итоге пошли спокойно дальше и поняли, что вообще не нужно обращать внимание на мнение окружающих, потому что они всегда надо чем быть недовольными. Так вот, это как раз игнор. Как один из вариантов. Весьма-весьма полезный. Он помогает, в принципе, избежать конфликт. Но один нюанс. Он не всегда применим. Бывает, когда вам нужно что-то на критику отвечать. И тогда игнор просто так не подходит. Тогда можно как бы полуигнор. Это пауза, которую в предыдущем слайде я показывал. Подольше паузу подержать перед ответом. Это такой полуигнор. Но все равно вы потом вынуждены будете что-то ответить. Такое бывает. Если вы начинаете отвечать, то есть вариант частичного согласия. Это хитрый способ. Им пользуются постоянно политики. Прямо вот когда вы смотрите какое-то интервью с политиками, особенно пресс-конференции чьи-нибудь, которые там вот на открытый простор публика что-то там приходят, и журналисты, и люди какие-то что-то спрашивают. Они же часто спрашивают про проблемы, они часто неудобные вопросы задают. И грамотные политики умеют вывернуться из этого как раз через частичное согласие. Это очень действенный эффект. Потому что критик в этот момент получает частичное удовлетворение. Он не получает отказ. Если просто рубить нет, то человек, который задал вопрос с критикой, он получает дискомфорт внутри. То есть его поток энергии прервался, его просто заблокировали. Это не комфортно. То есть тут лучше принять частичное согласие. Это такая психологическая упругость, я бы сказал. То есть частично мы вроде соглашаемся, но потом продолжаем свою тему. Ну вот, например, спрашивают человека, вот там вы деньги не выплачиваете, какие-нибудь пенсии не выплачиваете, еще что-то. Я там не получаю давно. И политик может сказать, вы знаете, да, я понимаю, это тема очень болезненная. Вы озабочены, я вижу. И дальше рассказать просто, почему он не выплачивает. Но вначале человек согласился. Вначале политик, ну, не буду приводить реальных примеров, потому что мало ли что, а вот такие опасные. С политиками прямо это вот, позамечайте, как они это делают. Делают мастерски, легко, и можете принять себе на заметку. То есть вы даете согласие с тем, с чем можно согласиться. Вот это ваше творчество. Найдите, с чем можно соглашаться в том, о чем говорит человек. Там можно согласиться частично с тем, что эта проблема вообще проблема. И что я понимаю, что эта проблема может вызывать боль, озабоченность. Частично признать, что человеку было неудобно. Да, я понимаю, вам неудобно. Меня увидел кто-то, я понимаю, да, что, наверное, вам это неприятно видеть. И все. И дальше там, неважно, за что он критиковал. Я согласился с человеком частично, ему уже стало хорошо. А дальше он обезоружен, потому что частично выяснилось согласились, у него накал страстей упал. Претензии как бы предъявлять дальше он менее склонен. И это в итоге смягчает конфликт. Если человек там не упертый какой-то, да, вот он может вообще конфликт прекратить. А так он может продолжить, но на меньшем градусе. Так что пользуйтесь, это прям шикарный метод. Дальше. Признание. Это метод вообще золотой, но он для сильных. Честность – привилегия сильных. Мне очень нравится это понимание. И почему? Потому что когда мы честны и честны наружу, то искренны, то искренность освобождает. Не нужно никому что-то придумать, не нужно запоминать, что ты кому сказал. Но при этом нужно работать с последствиями. Приходится принимать те последствия, которые на самом деле есть. То есть те последствия своего выбора, которые ты когда-то сделал, это позиция ответственного человека. Когда ты признаешь, что да, я согласен, что вот то, что вы мне говорите в плане критики, это так, то приходится дальше с этой позиции уже считаться и, исходя из нее, строить дальнейшее продолжение переговоров. Но есть здесь положительная такая новость, что зачастую последствия окажутся мягче, чем мы этого ожидаем. Это вот прям из практики. Что зачастую само признание и соглашение, получается, полное с критикой, оно настолько обезоруживает человека, что он склонен даже порой вставать на сторону критикуемого и начать его как-то вот даже оправдывать. Даже до такого бывает. То есть позамечаете, как это работает. Нужна сила, потому что ты не знаешь, как им на самом деле будет, когда ты полностью согласишься, признаешь вот эту свою неправоту в чем-то. Либо человек действительно смягчится, либо человек продолжит давить. Не знаешь как. Но тут нужна смелость определенность, что я справлюсь. Вот чтобы не случилось дальше, я все равно справлюсь. И идти в признание мне лично помогает достаточно часто. И прямо тут искренность освобождает. Правда так. Как отвечать на критику? Еще один способ. Ответ четко на конкретно поставленный вопрос или претензию. То есть вот в том, что человек вам выражает свое недовольство, там зачастую можно выловить какую-то конкретику, какой-то вопрос, который в форме претензии может быть задан. Но если мы из этой претензии возьмем суть самого вопроса и ответим точно, четко на этот вопрос, то это снижает возможность развить конфликт. Мы сужаем сразу, конкретизируем какую-то область нашего диалога. Например, спрашивают там кто-то, ну что ты там все время опаздываешь? Что ты дальше будешь опаздывать? Можно ответить нет. И все. Вот просто нет. И это ответ на тот вопрос, который там был в форме претензии, правда. Но это сужает сразу поле для переговоров и не за что зацепиться. То есть ответы должны быть максимально короткими, максимально точными и конкретными, и совпадающими с тем вопросом, который был перед этим задан. Это вот такой хитрый ход. Его не всегда можно применять. Тут нужен творческий подход, когда он уместен, когда он неуместен. Но при таком подходе, что интересно, критик выдыхается. Он вроде выпалил что-то в такую тираду, хотел вовлечь человека в эмоциональную перепалку, а ему такое четкое сухое. Нет, и вроде как бы придраться нечем. Вроде мне же что-то ответили. Но вот зацепиться не за что. И критик постепенно выдыхается. Вот этот способ. Ну вот потренируйтесь, как его можно использовать на практике. И он тоже поможет. Ну и финальный способ, очень хороший, такой с любовью, можно сказать, максимальный. Это вопрос в глубину. Он вообще порой выводит человека из конфликта, выводит человека из недовольства, из осуждения вас. Потому что вы не перенаправляете человека внутрь самого себя. Но для этого нужно как минимум не вестись на критику, которая в ваш адрес поступает. Потому что для вас это было безболезненно. Я расскажу дальше, как этого достичь. А чтобы задать вопрос человеку в глубину, нужно задуматься о том, а почему человек меня критикует? Вот именно сейчас и именно вот в этом аспекте. Почему он именно это говорит? Почему он именно этим недоволен? Что у него внутри не так? Что не так с его картиной мира, с его ощущением самого себя? И вот туда задать вопрос про его настроение, про то, что у него случилось сегодня, про то, почему у него эта тема настолько болезненная. Куда-то вот внутрь заглянуть, нащупать примерно тему и задать вопрос открытый, чтобы человек посмотрел внутрь себя и задумался, и раскрыл вам то, что у него внутри. Эти вопросы редко кто задает, и если мы задаем это искренне и с любовью к человеку, с заботой о человеке, то зачастую он вышибает человека из шаблона поведения и переводит человека в какую-то осознанность. Потому что зачастую критика неосознанно идет, она просто вот недовольство вливается какое-то и хочется вот выпалить это все. А тут мразь человека, раз туда. И у него эмоции вообще спадают, потому что он к корню проблемы обращается, если вы метко и точно зададите вопрос. В этом плане как раз вот чтение людей, понимание людей, эмпатия, это все вот с разных сторон помогает нам разглядеть, увидеть, почувствовать, а что у человека не так и какой вопрос может быть полезен. Если мы несем намерение, чем могу быть полезен этому человеку, даже который критикует, то у нас больше шансов, что через нас придет для него правильный помогающий вопрос. Тренируйтесь, тем самым поможете человеку и самим себе. Ну и выводы, критика и хейт и боль, давайте все эти темы сейчас одновременно подытожим. То есть критика бывает полезная, бывает неполезная. И избежать критики и особенно хейта по сути своей невозможно. Поэтому наша задача научиться с этим жить, научиться взаимодействовать с людьми, зная, что они будут критиковать вас и зная, что вы будете критиковать людей. Научиться просто этим управлять, управлять входящим потоком критики и управлять исходящим. Если вы помните на предыдущих слайдах, наша критика связана с недовольством чем-то, недовольством собой прежде всего, своими достижениями, тем, что мир не соответствует нашей картине мира. И если мы кого-то критикуем, то в эту сторону стоит задуматься, что здесь у меня, что у меня болит-то, и почему я до сих пор себе это не исправил. И исправлять в себе. Если вы исправите это в себе, то чем больше мы исправляем в себе, тем меньше хочется критиковать. Правда, по опыту. Тем меньше хочется вообще вовлекаться в какие-то осуждения, оценки и так далее. Даже вот мудрые люди много тысяч лет назад сказали, не судите, да не судимы будете. Но вот мы не можем не судить, пока мы сами себя судим. Надо убрать этот самосуд, который идет у нас внутри. Когда мы убираем этот самосуд, избавляемся от него, прощаем себя, принимаем себя с потрохами такими, какие есть, то нам легче становится принять других. И не хочется их критиковать, хочется им помочь. Хочется помогать тем людям, которые где-то запутались, где-то совершают ошибки, где-то неидеальности. И тогда наша критика, она, во-первых, становится какой-то конструктивной, полезной, без негативной составляющей эмоциональной. И значит, она лучше заходит в человека, она в нем отзывается, она в нем прорастает. И мы можем даже эту критику построить вопросами, так что человек вообще будет сам на них отвечать и сам поймет, что мы ему хотим донести. Но это все возможно, если мы искренне хотим помочь, а не осудить критики. Хейт. Хейт – это вариант критики, который в сети, и который более яркий, более отчаянный такой, потому что безнаказанный. Ну и там, поэтому методы более простые. Бан и игнор – ключевые два метода. Ну и когда вы хотите пообщаться, можно спокойно ответить и пообщаться, и вывести. Железобетонное беспокойство нужно, и в диалоге можно человека прям вывести из этого его состояния. Ну или поюморить. Это люди, которые позволяют на собой где-то пошутить, где-то, насколько вы себе позволите, все с ними можно. Потом все равно можно их добавить. Дальше. Хейта избежать можно только если ничего не делать, поэтому просто перестаньте его бояться. Он просто будет, и нажать кнопку игнор, бан в черный список – это очень быстро. Во всех соцсетях, во всех интернет-сообществах это все есть, поэтому вообще не надо этого бояться. Просто вот это как бояться комаров или мух летом. Не надо их бояться. Они просто будут, ну вот поприставали и улетят. Все. Боль. Боль, которая вызывается критикой, входящим потоком критики – это индикатор тех мест, где у вас уязвимости, где у вас просажена самооценка, где у вас есть неуверенность в себе или в том деле, в котором вы занимаетесь, или в своей какой-то роли, роли как эксперта, роли как мужа, роли как жены, роли как матери. Вот где-то у вас есть просадка здесь. Неуверены вы, не признали себя. Вот поэтому эта боль от критики, она полезнее, чем даже сама критика. Потому что боль показывает, что мне надо вот здесь над собой поработать. А те люди, которые там снаружи меня критикуют в этом месте – спасибо, что вы подсвечиваете, в чем у меня еще здесь есть точка роста. Ну и сомнения и чувства вины – это отдельные два пункта. По чувству вины у нас уже была отдельная встреча, можно пересмотреть на YouTube. По чувству вины всегда стоит просто избавляться. Нет никакого в этом практической ценности. Можно вообще без него жить, если вместо него восстановить природное чувство ответственности, как оно и было у нас у любого младенца и у всех остальных живых существ, кроме людей. Чувства вины нет, есть вот природная ответственность и понимание последствий своего выбора. И сомнения – это такой червячок, который вообще начинает в нас входить и порождать. И неуверенность, и где-то там роняет нашу самооценку. Сомнения – это такая точка входа для всякой пакости. Поэтому сомнения в себе искреняйте, вот этих червячков выбрасывайте. Они тоже нафиг не нужны. Нужно, чтобы сделал выбор – не сомневайся. А сомневаешься – не действуй пока. Лучше пока отложи. Не принимай решения. Принял решение – все, закончили сомневаться, идем и действуем. Нужно как-то вот эту ступеньку перешагивать. А то сомнения зачастую людей мучают. Когда он вроде принял решение, вроде начал, а все сомневается. А правильно ли я сделал? А правильное решение принял? Да правильно, если сделал, то уже правильно. Все, дальше практика покажет. Поэтому если вас будут критиковать, когда вы приняли решение, и вы твердо уверены, что я выбрал, значит, мне это нужно, то вас критика не пробьет. Если вы будете сомневаться, тогда будет больно. Поэтому перестаньте сомневаться, выбирайте и действуйте. Ну и если нужна будет какая-то помощь в этом, то напомню, что я всегда рад помочь, всегда рад встретить вас на онлайн-консультации или включить вас в сопровождение, в коучинг и помочь вам избавиться от тех уязвимостей в самооценке, в неуверенности, в привычке сомневаться в себе, и тем более в этом чувственной. Со всем этим можно справиться. Если поработать вместе, это все доступно. Ну и напоследок хочу вам пожелать такой вот метафору, образ такой, что ветер в лицо. Когда ты идешь вперед, то ветер дует тебе в лицо. И значит, если вам что-то встречается такое болезненное, если в жизни вас критикуют, то значит вы движетесь, вы идете вперед. И это отличный показатель. Поэтому не стесняйтесь двигаться вперед. Чем сильнее двигаетесь вперед, тем сильнее будет ветер, тем сильнее будет какая-то критика, какое-то сопротивление среды, так называемое. Но это сопротивление, оно лишь показатель, что вы движетесь. И движетесь достаточно быстро, чтобы ощутить это сопротивление. Поэтому это классно. Хвалите себя за то, что вас критикуют. Прям хвалите себя. Если вы... Еще есть один параметр. Я вот здесь не указал на слайде, но расскажу так. Если вы начинаете заниматься каким-то делом, и вас критикуют люди, которые и должны вас критиковать, то вы занимаетесь правильно. Вы стали настолько заметны, что, например, вы занимаетесь делом, которое связано с каким-нибудь против алкоголя. То алкоголики будут вас хейтить. Алкоголикам вы будете не нравиться. Вы за здоровый образ жизни. Люди, которые за нездоровый образ жизни, будут вас хейтить. Вы думали себе отказ от мяса или еще что-то. Люди, которые за мясо или за официальную медицину. Вы за нетрадиционную медицину. Люди, которые за традиционную, они будут вас критиковать. И это нормально. То есть тут хороший показатель, что если вы начали чем-то заниматься, И люди не из этой темы, которые против этой темы начали вас критиковать, то значит вы стали достаточно заметны. И это прям хороший показатель, когда вы начинаете новым делом заниматься. Критика от нецелевой аудитории, так называемой, она как раз говорит, что класс, я двигаюсь правильно, я стал заметен. И как вы будете общаться с людьми, которые вам не подходят, которые с вами не в унисон, не единомышленники. Оно как раз будет помогать вашим единомышленникам еще больше сплотиться вокруг вас. Поэтому не бойтесь критики, особенно когда начинаете новое дело. Она должна быть, и это должно быть одной ступенькой, которую как галочку надо поставить. Ура, я дошел, что меня уже критикуют в этом деле. Классно, значит двигаюсь правильно. Ну и еще с другой стороны, если тебе плюют спину, значит ты впереди. Поэтому еще одна новая мотивашка такая для того, чтобы увидеть, что ну критикуют, значит вы где-то уже кого-то обгоняете. Ну и слава богу, движемся дальше. Итак, чтобы всего этого достичь, в целом нужно прорабатывать триггеры, которые вас вводят в боль, которые вызывают у вас чувство боли. Хотя на самом деле мнение человека у вас, это всего лишь мнение человека у вас, и оно совершенно никак не должно цеплять ваше внутреннее состояние, менять ваше там какое-то вот самочувствие, да, эмоциональный план вообще никак не должно заботиться. Это просто мнение, вы можете его выслушать, учесть или не учесть в своей жизни. И вот так можно жить, постепенно убирая вот эти точки боли, которые пока есть у каждого, и я тоже не идеально, где-то у меня есть эти точки боли, хотя раньше их было значительно больше, я много уже поубирал. Так вот, если есть точки боли, мы их прорабатываем, идем дальше. Ну и тогда мы относимся к критике вообще с позитивом. И это помогает нам, кстати, в том числе и с болью это работать, потому что даже если в болезненном моменте мы умеем найти и подсветить позитивное какое-то намерение этой критики, этого события, то нам становится легче с этим справиться. Поэтому всегда несите позитивное намерение, оно вам поможет. Ну вот, это я хотел вам выдать теме критики. Мне кажется, так вот, обзорно достаточно для того, чтобы задуматься, пересмотреть отношения на более легкое, увидеть, почему мне больно, увидеть, как вообще с этим справляться, увидеть, что критика и хейт неизбежны, и что с этим несложно вообще иметь дело. И там, где нам больно, это вообще точки роста, которые имеют место быть, и, значит, надо расти. Прошу вас сейчас высказаться, что отозвалось, что запомнилось, какие вопросы, может быть, остались или новые появились. Ну и что нового сможете сделать после этой встречи в плане отношения критики своего. Давайте снимем соли также. С востока пойдем, с Якутии. По солнцу. Так, Сережа, ты столько много вопросов задал. Давай по порядку. Первый. На что ты хочешь услышать ответ? Что? Ну, на экране, на слайде они есть. Что отозвалось и запомнилось? А, вот, все, сейчас, подожди, маленечко, они в ту сторону повернуты у меня. Ну, что отозвалось и запомнилось? Отозвалось, что если ты на это реагируешь, значит, болезненно, да, значит, ищи триггер у себя, да? Да. Вопрос тогда, как его искать? Как его искать? Задавать вопрос. Почему? Задавать себе вопросы. Задавать себе вопросы. Почему я именно на это так реагирую? Конкретизировать дальше. А на что именно я реагирую? На что конкретно? Например, для женщины, ну, вот, свежий пример. Сегодня у меня была утром очередная консультация в рамках коучинга. И женщина изначально пришла с вопросом по теме алкоголя, пьющий муж, да? Для меня какие-то вопросы, вот, пьющий муж, они стали настолько быстро решаться, вот, уже, там, два ближайших коучинга, буквально, там, за две недели этот вопрос вообще решается. Но решается не через изменение мужа, через изменение себя. И вот здесь тоже. Женщина пришла, у нее была идея, что вот муж пьет, из-за этого все проблемы в отношениях, никак не могу справиться. Пять психологов сходило, они все сказали, надо расставаться с этим мужем. Вот вы шестой, что скажете? Я говорю, надо работать с собой. Не надо расставаться с мужем, потому что, ну, как бы, на те же грабли следующие можно отступить. Лучше здесь, сделай с собой все, что можно, чтобы это перестало триггерить. И за две недели мы справились, муж сам бросил пить, его никто даже не просил. Он просто решил, что вот пора ему, да, там, и по врачам походил, и вдруг пост в тему это включился, да, и он весь пост прошел уже без алкоголя. Так вот, сегодня встречались в тему триггеров, вот, как это работает. Она думала, что ее триггерит алкоголь, что вот именно это ее бесило, действительно это бесило, и это вызывало недовольство какое-то, да, она думала, что в этом причина отношений. Но когда алкоголя не стало, проблемы остались, проблемы в отношениях остались. И это было неожиданно, вот, для нее. И она начала дальше задуматься, а почему, а что не так? И я ей дал упражнения по взаимоотношениям, квадрат баланса, но у меня тоже есть на YouTube выложено, когда мы в четыре квадрата оставляем, что я хочу давать в отношениях, что я хочу получать в отношениях, что он хочет давать в отношениях, что он хочет получать в отношениях, и смотрим соответствие. И когда она задумалась, что я действительно хочу получать от мужчины, то там не было вообще про тему там, чтобы он не пил. Оказалось, что она когда искренне задумалась, оказалось, что на самом деле ей не хватает другого, ей не хватает внимания к ней, общности какой-то, целостности. И когда возникает тема алкоголя, она просто не может с ним общаться, и поэтому теряет внимание и общность. В этом была проблема. Стоит найти в глубину, как вопрос в глубину, если человеку задавать, так и к себе стоит в глубину. А почему у меня именно этот регрит? А что за этим стоит? Какая потребность не удовлетворяется? В чем я испытываю недовольство собой или своими достижениями? И идти в глубину до той точки, где там прям екнет, что да, вот оказывается, что это. И тогда можно с этим справиться. Потому что вот это мнение о себе, оно на основании какого-то события или цепочки событий, повторяющихся, создано. Что я в чем-то нехорош, нехорошая, я в чем-то недостоин любви, я в чем-то там себя обвиняю, я в чем-то себя осуждаю за что-то. И вот когда мы находим за что, где, там есть повод. Например, осудили себя за что-то. Значит, надо простить, принять себя с потрохами, что да, я вот такая. Ну, так вот поступил я, все уже, не вернуть. Просто принять, выдохнуть, один раз проплакаться, прореветься там. Все, я такая. И это нынешняя позиция. Я такая, я принялась себя. Идем дальше. Тогда перестает триггерить и перестает критика со стороны нам быть больной. И что интересно, мир так вот заботливо о нас устроен, что для нас устроен мир заботливо, что когда мы прорабатывали себе вот эту точку боли, то нас зачастую перестают критиковать в этом месте. Вот про это перестают критиковать. Потому что, ну, мы вылечились, нам не надо. Нас перестают от этого лечить. Наша критика порой лечит от нашей же боли, подсвечивая просто, что вот здесь боль, вот здесь боль. Прорабатывай. Вот так, понятно стало? Да, чудесная мотивация проработать критику. Ну, в смысле, найти свою точку боли, да, чтобы больше за это тебя не трогали. Да, отлично. А еще, смотри, у меня с самого начала, да, еще как только мы начали эту тему касаться, был вот такой, ну, возник такой вопрос. Вот смотри, не вопрос даже, а восприятие у меня такое внутри, наверное, было. Что критика, да, какая-то определенного формата равно манипуляции? Да? Или я ошибаюсь? Нет, не всегда. Манипуляция – это управление со скрытым смыслом. Просто человек скрывает истинный смысл и пытается оказать управляющее воздействие. Но мы не понимаем, ну, вот управляемый, манипулируемый человек не до конца осознает, к чему его ведут. Вот это манипуляция. Потому что открытое управление – это просто управление. Говорят, я хочу, чтобы ты сделал вот так. Это просто управление. А когда человек как-то вот из-под воли, вот так вот как-то, вот это манипуляция. Поэтому критика, она может быть элементом манипуляции. Но не всегда это манипуляция. Бывает, человек просто недоволен. Вот когда хейтеры хейтят в интернете, они, как правило, вообще не манипулируют. Им просто надо на ком-то выговориться, кого-то обвинить во всех грехах и почувствовать себя легче, спокойнее и увереннее в жизни. Там вообще никакая манипуляция. Потому что он ничего получить не может от того, кого критикует. Потому что он критикует вообще звезд, от которых он в жизни никогда не летянется. Он ничего от них не получит. Но может быть критика и элементом манипуляции. То есть критикой можно ввести человека в сомнение, в неуверенность в себе. И через это повлиять, чтобы он склонился к твоему решению, склонился к отказу от какого-то действия. Можно так. Вот, к отказу. То есть, смотри, в основном близкие. Вот смотри, хейтеры – это чужие люди. То есть иметь ничего не надо, поэтому они, скажем так, как ты говорил, как было сказано, сливают что-то свое, чтобы освободиться и очиститься. А вот смотри, близкое окружение, да, тебя начинают критиковать, когда ты становишься, в определенной какой-то части, когда ты становишься им неудобен. Они же о себе заботятся, им же неудобно. А чтобы тебя подрихтовать под себя, да, они начинают критиковать. Ну, то есть ты вот такой-вот такой секой, да, то есть критика с той целью, чтобы ты перестал делать что-то, что доставляет им неудобство. Вот это же чистой воды манипуляция будет или нет? Ну, да, в данном случае это манипуляция, потому что если бы не было манипуляции, они бы могли честно сказать, знаешь, Оля, мне вот неудобно, что ты вот делаешь вот так. Мне было бы удобнее, если бы ты делала вот так. И все. Да, попроси, допустим, не хлопай дверьми с утра, да? Да, да. Потому что ты будешь нас там или еще что-то, ну, к примеру, да? Да, да. Да, я хочу выспаться, не хлопай дверьми с утра, пожалуйста, Оля. Все, вот можно попросить, можно обосновать позицию от минуса к плюса, что мне не нравится вот так, мне хотелось бы вот так. Можно как-то обосновать. Но это более взрослая, что ли, коммуникация. А люди зачастую как-то вот скрытные, из-под тяжка, потому что в детстве их за прямую коммуникацию наказывали. В детстве им прямую коммуникацию не давали возможность проявить. Их затыкали, их ограничивали. Он, например, говорил, я хочу вот это. И ребенку говорит, да много ты хочешь. Что-то вообще захотел, возомнил кто-то себе. Хочет он. Тебя не спрашивали, кто ты такой, чтобы хотеть. И ребенок начинает понимать, что так, напрямую хотеть нельзя. Но хотеть же все равно же я хочу. Надо как-то достигать. И научается манипулировать. Научается как-то из-под тяжка. Вот вы там плохо, туда не ходите, там все плохо-плохо. Они раз не пошли. О, классно. Они туда не пошли, мне так и надо было. Пусть дома останутся сюда. Ну, вот этот навык, он с детства у нас воспитывается такими ограничительными мерами со стороны авторитетных взрослых, которые нас окружают. И люди, да, они не могут напрямую говорить. Ну, тогда стоит рассматривать. За критикой, Оля, стоит рассмотреть, какое у них намерение. И задать им вот этот вопрос в глубину. Человек критикует. Вот, ты там не правильно делаешь, так нельзя. Задать вопрос. А что тебе... В чем тебе неудобство вызывает вот это? А что тебе... Ты не выспался, наверное, да? Тебе, наверное, дверь помешала? И человек от такой прямоты может, ну, как бы, опешить, да. Или сказать, да, да ты знаешь, там эта дверь, там ты уже... И вот так может ответить, если у него накоплено это да. Может громко это да отвечать. Если задать правильный вопрос, то он выведет человека из манипуляции. Поэтому смотри всегда за словами. И смотри в потребность, в намерение, чего человек хочет на самом деле. Так, понятно? Ясно, благодарю. Да, понятно. Так, ну и последнее, да, что нового сможете сделать. Ну, вот самое главное, да, то есть при критике не погружаться в свои негативы, да, не закрываться молча в раковину и не болезненно это переживать. Ну, а вот строить диалоги, задавать вопросы какие-то, да, ну, то есть выяснять сначала, если это возможно, сразу, например, строить диалог с критикующим, чтобы разобраться. И если это невозможно, то, значит, задавать вопросы себе, искать точку боли. Вот, два момента я буду теперь тренировать. Отлично. Я надеюсь, что у меня будет получаться. Вовремя про это вспомнить и начать над этим работать. Потому что обычно срабатывает старый шаблон, да, а потом, когда время проходит, и тебя все отпускает, и ты, ё-моё, ну ты же обещал, что будешь делать по-новому. Вот так же можно было поступить. Ждешь нового момента, приходит новый, и ты раз опять по-старому. Ну, ничего, если все равно продолжать высказывать намерения и стараться, то когда-то постепенно начнет это случаться вовремя. У всех так, Оля, не волнуйся, все постепенно, если привычка накоплена годами, то ее, ну, трудно изменить. Но все равно возможно. Любую привычку изменить возможно. Так что удачи тебе в этом деле. Сереж, благодарю, но это здорово. То есть вот я сейчас узнала два момента, да, где можно отработать с критикой, ну, как тебе сказать, где можно защититься. То есть обычно это то, что наносит тебе травму. То есть теперь у меня есть два способа, где можно сделать так, чтобы это не нанесло мне травму. Ну, то есть защитить себя от ран, от ран внешнего мира. Отлично, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Так, что у нас дальше? Настю, давайте попросим включить. Слушай, ну, я вот, я тут хотела, чтобы ты, ну, вы уже, ты уже сказала, я хотела, чтобы ты обратил внимание на манипуляцию, что, как правило, ну, не как правило, а часто бывает так, что критикуют для того, чтобы, ну, с какой целью манипуляции. Вот. Хорошо. Ценное замечание. Да, и вот, блин, что-то я держала в голове, что мне отозвалось, но я уже забыла. Если вспомнил, я в чат напишу. Хорошо, хорошо. Что на вас можешь сделать? Или какие вопросы остались, может быть, еще? Вопросы я бы предложила поговорить именно конкретно про манипуляцию. Я не знаю, разговаривал ты про нее или нет раньше. Нет, нет. Вот я думаю, что как раз следующая тема логически вытекает про манипуляцию. Интересно. Ну, хорошо. Хорошо, действительно, можно сделать встречу. Спасибо за наводку. А, вот я вспомнила, что я хотела сказать. Я как раз вспомнила, когда ты вот это все рассказывал по поводу критики и вот по поводу того, что вот я сказала, что вчера активизировались вот чаты все вот с такими эмоциональными. Да, да, да. И вот буквально вчера, ну, есть у меня один чат, в котором я админ. И там есть, точнее, был уже товарищ, который был, что называется, занозой в заднице, да. То есть он вот, не то чтобы он хейтер, но он вот постоянно вот какие-то очень категоричные утверждения там. И тоже вот у него постоянно проскакивало, что вот, да вы не правы, да вот вы не понимаете, вот это вот все. И я, ну, довольно долго на него, ну, не то чтобы злилась, в общем, он вызывал во мне такое неудобство и вот опасность какую-то, да. И тут вдруг вчера до меня дошло. Я несколько дней назад тоже разрулила такую острую тему, которую он поднял. И объяснила остальным в чате на его примере, что в этой ситуации не так. Я подумала, блин, да это же такой хороший тренажер. Это же такой вот человек приходит, говорит какую-то вот категоричную или что. Так на его примере это можно все разобрать. Да, да, да. Как только до меня это дошло, он взял и из чата ушел. Я думаю, ну, видимо, вот чему-то меня сверху научили. То есть вот такое отношение я проработала, человек взял и ушел. Да, да, абсолютно верно. Вот, вот я поэтому тяжу и ржу целый вечер уже. Класс. Прекрасный пример, как можно относиться к таким критиканам, которые как раз неконструктивные. Но даже их можно превратить в... Ну, без злости, естественно, да. То есть я начала задавать вопросы. А вот почему это так? А вот если это так? А вот это тогда вот так? Ему как бы и ответить нечего. И народ в чате, ну, видит, что вот это и начинает, ну, не то чтобы на мою сторону, но он начинает высказываться, ну, вот в таком ключе действительно, что вот не все так однозначно и так далее. И он видит, что сторонников-то у него нету. Ну, и взял и из чата ушел. Ну, блин. Ну, с одной стороны, мне, конечно, полегче. С другой стороны, тренажера теперь нет. Ну, ты смотри, Вселенная все слышит. Если захочешь, тебе новых пришлет. Да-да-да. Убого великое чувство юмора. Аккуратнее с запросами. Аккуратнее с желаниями, да. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Настя. Так. И Юлю давайте попросим включить микрофон. Как у нас Юля? Затова уже пообщаться? Похоже, что нет. Ладно. Юля сегодня у нас где-то занята. Ну, тогда финальную нашу встречу. Благодарю всех, кто сегодня присутствовал. Благодарю всех, кто будет смотреть это на YouTube, в других источниках. Приглашаю вас подписаться на соцсети, там, в которой нужна сеть звездочка, я пометил. Надеюсь, это правильно. Есть сейчас ВКонтакте, есть YouTube, есть Telegram. И мы продолжим такие встречи делать. Настя сегодня предложила замечательную тему про манипуляцию. Да, возможно, следующую тему стоит сделать именно такую. Аналогически действительно вытекает. Ну, и буду рад, если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, обращаться ко мне в личку. Потому что в личке мы можем именно вашу ситуацию разобрать. Именно для вас сделать какой-то разбор вашей нынешней позиции, того, куда вы хотите достичь. Ну, и, в принципе, все проблемы-то, они, на самом деле, решаемы. Особенно, когда идти по этому пути вместе, тогда точно не ошибетесь, есть шансы дойти. Поэтому приглашаю вас, обращайтесь. Ну, и до новых встреч. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.